Всем привет, я Адонис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey, сегодня мы начнем с поисков информации о культистах. Неизвестный член Ордена, яд из Патидеи нашли и в военном лагере Аристея, который находится в Македонии, вот. Я подошел к этому лагерю, хотя я тут все вычищал, но данные тогда не нашел, или они позже появились. Короче, сейчас будем тут шуровать. По-быстрому всех огуляем и найдем эти данные. Ну, таблюдки. Да, кстати, я взял меч Гордости Льва, который дает еще одну атаку для внезапной атаки. Крутая штука. То есть теперь получается пять ударов. Блин, не получилось все использовать, ну ладно. Но ты не можешь. Во, тут сведения рядом. Еще и львы помогает. Какая прелесть. Педас? Там, наверное, пропустили слог. Дальше ты не протянешь. Еще всего один удар. Пятый труп. Он сам просил этого удара. Славно. Красиво мы тут все вырезали. Так, ладно, всякую хрень не стоит собирать. Где тут сведения? Вот, где-то здесь. В дровах? Прикольно. Запрятали. Записка охотнику от целительницы? Так, секундочку. От целительницы? Так она все-таки... Культистка. Блин, я ошибся. Она культистка. Лекарство может помочь или убить. Вся разница в намерениях лекаря. Вот так вот. Какой я все-таки... Лох. Тимоса, целительница. Мало кто понимал, что мастерство врачевания позволяет не только спасать жизни, но и забирать их. Тимоса, напротив, хорошо это понимала. Охотник дал ей возможность использовать свои навыки, чтобы изменить мир и очистить его от проклятых. Он показал ей, что важны не те, кого она спасла, а те, кому она дала умереть. Зараза. Я ей поверил. Ну вот где она прячется. Ну тогда... Надо ее сразу и убить. Блин, ну как же так получается? Люди этого правителя на меня напали. Но, видимо, он тоже нечистый. Не зря я его убил. И за него перцы сражались. Помните? Я был уверен, что он негодяй. Вот оно как получается. Ну, зараза. Вот где она обитает. На пляже. Прибрежное убежище. А, у нее охрана есть. А я думал, у нее будет... Нужно действовать осторожно. А я думал, у нее будет уединенный такой домик, миленький, на отшибе. Где мы уединимся. Обычно у Геральта все так получалось. Он не хочет рисковать. Предпочитает, что помельче. А я думаю, надо искать добычу побогаче. Я понял. Мы стали опытнее и вкуснее. Больше мы не будем разорять амбары. Мы можем больше. Отлично сказано. Ниж, ты какие мудрые. Не, сразу не буду убивать. Что она мне скажет, интересно? Хотелось бы с ней переговорить. Ну? Приятнее было бы отравить тебя. Но важно не средство, а результат. Понятно. Даже не попыталась оправдаться. Сразу признала свое вино. Это она напердела, да? Отравила меня. Где там этот ожидальщик? Это плохо. Ну вот и все. Я исправил свои ошибки. Я думаю, что это была не ошибка. Тот правитель тоже ублюдок был. Не, ну как его люди могли на меня напасть? Просто так я иду, они сразу на меня нападают. Это нормально? Я даже не сомневался. И потом, какого хрена за него персы сражались? Надеюсь, тебя никто не похоронит. Ну так вот сурово. В огонь кинем ее. Очистим грехи. Вместе со свиньей будет лежать. О, смотри-ка ты. Тут наемник есть. Давай-ка призвимся. Доброе. Доброе. Остроумное. Я такую убиваю. А, не, Дебра. Почти. Вам-то че? Так, че-то я увлекся тут всех вырезал. Ну, посмотрите, неплохо. А не читал этого, да? Пакти и охотника. После удара в висок он уже не услышал рев и крики. Когда Пакти пришел в сознание и открыл глаза, он увидел огромного серого волка, который стоял над телом последнего нападавшего и облизывал кровавое месиво, которое раньше было его горлом. Природа выбрала Пакти и спасла его. Так он стал охотником. Ее защитником. Мало что оскорбляло природу сильнее, чем существование проклятых. А, то есть он был на грани смерти и переродился тогда. Ничего себе. Скорее, поехал. В убежище Дарья еще данные есть, вот мы узнаем. И кто-то супер скрыт. Ну, туда полетели в убежище. Так хорошо, когда птички поют. Прямо так свежо становится. Дарья, Алексиус. Иногда я мечтаю о простой жизни, о лавочке на горе, о рыбе, о том, как научу сына рыбачить. А ты никогда не думал о такой жизни? Я борюсь за справедливость, за тех, кого люблю. Но мы всегда причиняем боль тем, кого любим. Всегда. Нима, возьми накидку. Ты можешь замерзнуть в дороге. Мне тут правильно подсказали, что Нима это не про бабка Лейлы. Лейла же просто ДНК нашла. И таким образом переживает жизнь Алексиуса. Я что-то забыл, привык, что в ассасинах именно родственные связи. И это, кстати, крутая тема была. Тут это все разрушили. Значит, она просто так похожа. И значит, не факт, что мы переспим, да? Не, ну мы все-таки увидимся. Зря я, что ли, горбатился на твоего батю. Свою ум, свою хитрость. Он вечно будет искать тебя. И нас. Да Морг нормальный мужик. Хоть и, конечно, и пытается нас убить. Но я думаю, с ним можно будет поговорить. Это не прямо злодей такой. Дарий, конечно, начудил по молодости. Посмотрим. Я думаю, тут интересная будет развязка. Против нас у него нет шансов. Вот уж любители виды красивого. Они все еще где-то здесь. Так, элитная персидская повязка. Острия времени. Много всего хорошего дали. Острия времени. Это, случайно, не отсылка к принцу Персии? Там пески времени были. А, у меня комплект есть. Набор персидского элитного воина. А, замедление времени теперь крутое. Поносить этот костюм, да? Опять зачаровать, правда, надо. Урон убийцы минимальный. Ну, что поделаешь. Ну, что поделаешь. Так, и надо взять... Песок времени. Или как там его? Острия времени. Кинжал пакти, охотника. Изысканный филигранный клинок. Столько же смертоносный, сколько и прекрасный. Да, красивый. Ну, у нас теперь главный герой прям принц Персии. Так и захотелось прыгать над шипами. Гелиус мчится. Мне надо зайти в убежище, найти там данные. По культистам. Дарья и Нима оставили столько всего. Вот. Записи Дарья о хранительнице. Так, вот. Записи Дарья о хранительнице. Древних не просто раскрыть. Обман их оружие, а тень и обитель. Они подготовлены. Они заметают следы. Но от меня им не спрятаться. Я вышел на одну женщину, сторонницу охотника. Он доверил ей заботу о своих животных. Это хорошие вести. Но есть и плохие. Она научилась приручать медведей. Медведей. Дарий. Кто же это такая? Медвежатница. Люди куют копья и мечи, а зубы и когти творения богов. Ничты. Фротагуна любила животных больше, чем людей. Животные не лгали, не предавали и не убивали без причины. Главное уметь объяснить, что причина есть. Это-то и удавалось Фротагуне лучше всего. И поэтому охотник доверил ей своих животных. Он знал, что она научит их верности. А верные друзья не станут сомневаться в нем. И да, он натравит их на проклятых. Зараза. Разберемся с ней? Вот она, на самом севере. Надо сходить. Нельзя оставлять ее в живых. Так, но сначала мы долутаем это место. Не пропадать же добру. Ты смотри, человек. Из своей жадности погиб. Ха-ха, учись. Ну а теперь убивать культиста. Далеко, зараза, поселилась. Уже давно еду. Накапливаю злость. Думала спрятаться от меня на самом краю карты. А, она с медведями живет. Найду укрытие. Медведелюбка. Ну, я жму. В чем проблема? Объясните мне. Ладно. Слушайте, не работает. Какой-то глюк был. Теперь урон в замедлении выше. Ну, такая себе способность, на самом деле. Да, послабее стал. А где она сама? Успела скрыться? Оставила медведей. Эх, холера. Вон она сверху. С еще одним мишкой. Блин, ну так сидит офигительно. Вы только посмотрите, какая милота. Вот это картина. Маша и медведи. Получается, их трое было, да? Эх. Узарила их зверей. Они умрут за меня. Фратагуна. Аид, заждался тебя. Вы видели грустную концовку сказки Машей Три Медведя. Получается, я всех убил, да? Искоренил этот орден. Под корень. А не, еще кто-то остался. Последний. Все действуют по плану, пока не сломают кости. Конан варвар почти. У охотника был план, а у бога войны Ореса – средство для предотворения этого плана в жизнь. Конан понимал, что они дополняют друг друга. Для него выбор оружия был обусловлен верой. Меч был смертоноснее, но тупое оружие калечило врагов сильнее. Это доставляло Конану удовольствие. И он предполагал, что Оресу тоже. Да, кстати, Орес, получается, два бога войны было. Орес и Афина. Но Афина, она такая добрая, как бы. Она старалась избегать войны до последнего. Если война все-таки идет, то она должна быть максимально честной. А Орес наоборот. Он любил кровопролитие, убийства, жертвы. И любил, кстати, чужих жен. Он Афину агуливал, пока Гефест отходил. За что и был изгнан. Так, а вот и он рядом с городом. Так, ну я зачаровался. Теперь урон убийцы 173 тысячи, это уже неплохо. Ну, урон войны слабоват. Но зато костюм в тему. Прикольно смотрится. И, кстати, в дополнении первым для третьего Ведьмака тоже восточная тема была. Столько параллелей прослеживается, вообще офигеть. Я сокрушил тебя и принесу свои кости до Оресу. Хорош. Лучи углёдок. Надо, чтобы все горели. Я горю! Так и должно быть, приятель. Конан Варвар. Надо было сделать его максимально похожий на Шварца. Да блин, чуть не убили. А чё за нафиг? Не, всё-таки хреновый костюм. Ещё Эгола какая-то прибежала от Холера. Да ладно! Всё кончится! Хрена-то костюм. Срочно менять. Надо! Давай! Да ладно, сейчас убьют! Слушайте, хрень полная костюм. Надо менять. То есть, видимо, у него очень слабая броня. Я так понимаю. Но взамен слабой брони у него слабый урон обычным оружием. Но чтобы это компенсировать, у него ещё и слабый урон убийцы. Хе-хе-хе-хе. Не нафиг это. Ну, доспехи 17 тысяч, да? Сейчас сравним. Где там костюм здорового человека? Да нет. В принципе. Доспехи такие же. Ну, что-то не так с ним. Что-то не так. Попробую найти укрытие. Иди! Я сокрушу тебя! И принесу твои кости до Аресу! Хорош! Просто медленно все, получается, умирали там, наверное. Не, не хочу менять костюм, этот идеален. Ну, зараза. Ну, иди ко мне. Эгла. Терпеливая. Ещё кто-то идёт. Ну, куда ты всё заходишь от меня? С разворота гуляла. Кто-нибудь, помогите мне! Нет! Это он будет прервать, мою мать! Зарабывайся! Опасный чувак! Так, надо отходить. Ну, всё, беги! Холдун. А, тут ещё вот эта способность есть. Она помогает. Позволь! Позволь! Позволь убить тебя! Давай! Хорош! Мол, падья бдительная. Имена, конечно, офигеть! Смерть твоя награда! Так, получается, всех убил. Мне за них дают какие-то кулоны древних. Куда бы их потратить? А таблички древние, в принципе, не нужны больше. То есть, они нужны были только на улучшение корабля. А дальше они уже не нужны. Можно, кстати, лучников улучшить. Почему бы нет? Правильно. Славно. Дерево нужно. Надо у всех кузнецов покупать дерево. Всё. Всё вычищено. Есть гадюшник. Я так понимаю, ещё будут. Познай своё наследие. Многие заговорщики пали от руки Алексиоса. Но для жителей Греции Ордена Древних было припасено ещё немало сюрпризов. А как познать своё наследие? Неизвестно как. Кто это? Найди меня, хозяин Орла. Наши пути разошлись после ужасных событий, последствия которых ощущаются до сих пор. Посматривай вверх, когда будешь в западной деревне Ахея. Ты найдёшь меня там. Ну, это Дарий, наверное. Всем приготовиться! Надо тебя видеть, капитан! Ага, куда мы плывём? Ахея. Долина Истион. Как раз где я не был ещё. Прекрасно. Ну вот, отсюда пойдём. Из храма Аполлона. Олимпийский город, да? Поищу укрытие. Как я не приду, они вечно веселятся тут. Когда они работают? Тунеядцы. Ну! Ну что, поехали! Ну, раньше для тунеядцев было особое слово. Геденисты. Так, точка надо открыть. Уже не так много их осталось на карте. Я почти все пооткрывал. Безумец. Ну, так легче проходить, потому что не надо будет возвращаться в это же место. Проще точку открыть. О, Димы. Видимо, где-то по соседству Васи. Давай. Айцели рядом. Слушайте, какое прекрасное место. Это он. Дарий. Он даже ловче меня. Какое место офигительное. Красотища. Вид шикарный открывается. Домик такой. Красота. Дарий знает толк в домиках. И в точках обзора. Наикрасивейшее место. Посмотрите, прелесть какая. Вот круто было бы в таком месте. Отдохнуть пару неделек, да? В Грецию захотелось. И нафиг блага цивилизации. Отдохнуть от них. На недельку, на две. Без телефона, без всего. Просто в таком домике. Ну-ка море далеко. Тяжело идти туда. Еще подход бы ближе. Вот в идеале внизу еще море. Вот здесь вот. То есть спустился вниз и плавай. Эх, красота. Дарий, отдохнул бы. После Македонии и охотника в Греции нет безопасного места. Для нас нет. Нам нельзя отдыхать. Мы всегда будем в бегах. Ни дома, ни друзей. Это одинокая жизнь. Но все же жизнь, Алексиос. Да и вариантов нет. Лучше жить одиноко, чем не жить вовсе. Нима придет к нам? Вот почему я написал. Беда. Мы искали в Ахее корабль, плывущий к дальним берегам. План простой, но, как обычно, бывает. Возникли сложности. Классика. Этот флот плывет в Патры. И он не первый. Здесь что-то неладно. Военные патрули, морские блокады. Нима отправилась на поиски корабля, но не вернулась. У тебя есть предположение, что стряслось с Нимой? Она умна, будет держаться в тени. Учитывая, сколько в Ахее размещено солдат, она скорее прячется, чем... Она найдется, Дарий. Как думаешь, что там происходит? Что-то важное. Думаю, Ниме удалось узнать, в чем дело. Возможно, Орден причастен. Тем более, нужно ее найти. Найти Ниму будет просто. Она ушла в Патры этим путем. Отсюда и начнем. Следуй за мной. Ишь ты какой, красавец. Не так уж и высоко. Эй! Эй, ты! На крыше! Да? Она не твоя! Ты прав. Хе-хе-хе-хе-хе. Кто-то прыгает с крыши. Нужно разложить побольше сена. Хе-хе-хе-хе. Ты смотри, заботится как... О нет! Нет, нет, нет! Придум! Блин, офигенно, что они обыграли это. Да это круто. Нет, это дополнение определенно лучше, чем Атлантида. На полпути Патры сниму, и что-то случилось. Нужно найти ее. Найдем, Дарий. Найдем. То есть, это яркий пример того, как можно меньше денег потратить и сделать лучше. Уверен, Атлантида супер дорогая была. Чем вы с Нимой занимались после Македонии? Дуахей. Блин, он не рассказал. Блин, он не рассказал. Оружие принадлежало солдату, не Ниме. Ищи дальше. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok what you have done.